Если поправки примут, врачи смогут отказывать в медицинской помощи. В первом чтении Госдума приняла проект поправок в закон об ОМС. Авторы проекта хотят исключить положение о том, что медицинская организация не вправе отказывать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи. Ну как можно отказать больному человеку в полиэтиленнике? Ну в простой, не в частной, а в государственной боли. А почему она может? Я даже не пойду. А как дальше? Где лечиться? У меня денег нету. Что делать? Беззаконие, считаю. Ну как можно к этому относиться? Коронавирус на первом месте, остальные. Многие тоже связывают инициативу депутатов с коронавирусом. Ведь число заболевших растет, мест в больнице все меньше, а скорую вызывают все чаще. Здравоохранение перегружено настолько, что, казалось бы, именно права отказывать в приеме врачам и не хватало. Но в федеральном Минздраве успокоили. Убрали пункт из закона, чтобы не было повторов. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи закреплена статьей 11 федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. В этом смысле аналогичная норма 326 федерального закона является дублирующей. Ее корректировка в случае принятия поправок в закон об МС не повлечет каких-либо изменений для медорганизаций или пациентов. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим. По мнению экспертов, положение о том, что медицинская организация не вправе отказывать застрахованным лицам, во втором чтении уже вернут в закон. Потому что себе дороже. Тема ухудшения медуслуг может всколыхнуть общество. Да и поправки в закон вносили не для этого. Законодатели хотели поменять систему медицинского страхования. Забрать полномочия у страховщиков, отдать эти полномочия в федеральный фонд медицинского страхования, с тем, чтобы именно они становились регуляторами и все взаимоотношения между федеральными больницами шли через федеральный фонд. И при этом вынуждены были исключить эту поправку не потому, что хотят отказать кому-то в медицинской помощи, а для того, чтобы избавить часть больниц от несгодственных функций. То есть, скорее всего, вам могут отказать в поликлинике, лишь если ваш случай слишком специфичен и должен быть рассмотрен в специализированном центре. Такой способ, по мнению специалиста фонда ОМС, должен улучшить медицинские учреждения, носящие статус федеральных, и помочь насытить их технологиями. Это в теории, а на практике будем ждать, изменится ли закон ко второму чтению. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.